Игроки на паркете, зрители на трибунах. Всё, пора начинать. Судья подбрасывает мяч в воздух, и зал наполняется ритмичным стуком. Так бьётся сердце чемпионата города по баскетболу. С первых же секунд матча между красными из энергии и синими, которые представляют полёт, завязывается упорная борьба. Каждый хочет забросить мяч в корзину, заработав заветные два очка, а то и трёху. Если глаз не подведёт и рука не дрогнет. В этом году на соревновании заявились шесть команд. Ковид и тут напакостил. Чемпионат города всегда играли в два круга, но в этом году шанса на реванш не будет. В то же время корона добавила интриги. В связи с тем, что у нас из-за пандемии выбыла одна команда, Союз, ряд игроков из других команд перешли, усилили другие команды. И пока сейчас даже не знаем, кто фаворит будет, кто нет. Первые игры покажут. Союз не просто команда, а действующий чемпион города. В этом году состав потерял больше половины игроков. Кто-то ещё болеет, а некоторые, закрыв больничный, не успели восстановиться и набрать форму. Антон Тришин сам только выписался, но уже рвётся в бой. Сказывается любовь к баскетболу, которым он занимается с шести лет. Чтобы не пропускать чемпионат города в этом году, решил выступить за энергией и постарается защитить титул чемпиона. Вот на этих соревнованиях какая цель? Максимально пройти в финал. Пока команда сражается в городском турнире, к следующему поединку готовится одна из лучших дружин любительского баскетбола страны БК «Атом». Постоянные участники суперфинала МЛБЛ спортсмены настраиваются на бой с соперниками из Кстова. Игра пройдёт в воскресенье 21 февраля на паркете спорткомплекса «Юниор». Матч обещает быть жарким. Как объясняет главный судья чемпионата города, он же капитан БК «Атом» Сергей Ишиев, баскетболистов из Кстова нельзя недооценивать. Это очень хороший, крепкий, средний, наверное, команда. Мы уже давно с ним не играли. Они в этом году вошли в высшую лигу чемпионата области. Я думаю, что не просто так они вошли. Значит, команда хорошая. Ну, мы будем, соответственно, настраиваться однозначно. Чемпионат города по баскетболу продлится чуть больше месяца. По итогам игр лучшие четыре команды выйдут в плей-офф. Победители сойдутся в битве за главный титул, а вторая пара разыграет бронзу турнира. Оба решающих матча пройдут в спорткомплекс «Юниор» 19 марта. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.